Дело военного джепостроения в нашей стране произошло в конце 80-х годов. Горьковский автозавод получил от Министерства обороны новое задание. То, что выбор был сделан в пользу газа, было объяснено. Этот завод, помимо волк и чаек, многие годы проектировал и выпускал все колесные БТРы Советской Армии. В технических требованиях по проекту ВОДИ, а именно так нарекли новинку, новая машина классифицировалась как высокомодильное транспортное средство. Интересно, что в свое время в Америке Хаммер консифицировали точно так. Но на этом сходство ВОДИ с известным американским внедорожником и заканчивается. ГАЗ-3937 получился совершенно иной машиной. В основе ВОДИКа модульная схема. На платформу, состоящую из шасси и двигателя, можно установить любой модуль. Боевой, транспортный, а также специальный, зенитно-ракетный и связной. Самые интенсивные испытания ВОДИК проходил на Броневском полигоне 21 НИИ Министерства обороны. Автомобиль рассчитан на работу практически в любых климатических условиях. При морозе до 45 градусов и в жаре 50. Машина оснащена мощной системой отопления и кондиционирования. ВОДИК ВОДИК похож на черепаху с большим панцирем. И кажется, что такая машина быстро ездить просто не умеет. Но это только кажется. ВОДИК уверенно преодолевает практически любое бездорожье и быстро едет по дорогам. По грунту со скоростью до 60 км в час, а по шоссе до 120. ВОДИК ВОДИК уже проходил испытания боевых условий. Два года назад несколько машин отправили в Чечню, где они работали по фронтовому. Экзамены ВОДИК прошли успешно. Двогоселевой армейский автомобиль ГАЗ-39-371 предназначен под монтаж вооружения и военной техники грузоподъемности до 1,5 тонн. И буксировки прицепных систем. Автомобиль прошел государственные приемочные испытания на базе 21 института и в разных климатических условиях. И рекомендован для поставок вооруженной силы. Распространенное сравнение ВОДИКа с американским Хэмером не вполне корректно, поскольку это машины разного класса. ГАЗовская машина вдвое тяжелее, но в отличие от американского вездехода, может плавать или, говоря военным языком, форсировать небольшие водные преграды. И, наконец, ВОДИК, в отличие от Хэмера, автомобиль бронированный и более грузоподъемный.